МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казаларде третью неделю продолжаются поиски двух пропавших жителей Сардаринского района. 17 декабря машина, в салоне которой они находились, ушла под лед. Трагедия произошла на реке Караузек, куда мужчины выехали на рыбалку. На мосту автомобиль не справился с управлением и опрокинулся в водоем. Технику из воды вытащили, а вот людей ищут до сих пор. Подобный случай в регионе не единичный. По словам спасателей, очень часто о пропаже людей родственники сообщают слишком поздно, что влияет на результаты поисков. Поисковые мероприятия продолжаются. Сейчас река покрылась льдом, и это вызывает затруднения. Водолазам приходится на разных участках прорубать лед и спускаться в водоем. Одновременно ведется работа с населением. Мы предупреждаем людей, что зимняя рыбалка и охота – это небезопасно. Тем не менее, такие случаи имеют место быть. В Шемкенте от отравления угарным газом погибла 13-летняя девочка. Трагедия произошла в одном из частных домов. Из-за неисправности газовой колонки девочка-подросток скончалась на месте. На место происшествия выезжали сотрудники департаментов ПЧС и полиции. В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области полицейские задержали мужчину за перевозку рогов морала. На злоумышленника наткнулись во время патрулирования улиц. Стражу правопорядка проверили один из автомобилей. В салоне и багажнике машины обнаружили более 20 штук рогов морала. Соответствующих документов на перевозку ценного груза у 28-летнего водителя не оказалось. По информации департамента полиции Восточно-Казахстанской области, в отношении мужчины, незаконно перевозившего рога морала, составили административный протокол. Сейчас материалы по данному факту переданы в компетентные органы. В Кустанайской области полицейские задержали организаторов притонов. Незаконную деятельность двух салонов тайского массажа пресекли в Кустанай и Рудном. Стражу правопорядка задержали жители областного центра, 30-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. Было установлено, что под видом тайского массажа в салонах за денежное вознаграждение оказывались услуги интимного характера. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 309 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Организация или содержание притонов». В связи с тем, что два организатора возбуждено уголовное дело по части второй. Санкция предусматривает Уголовным кодексом от 3 до 7 лет. Тяжкая статья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова